Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Вышла тонкая копия, но она как кукла, ей как будто дергает кто-то за беремки. Хорошо, будем сейчас разбираться. Защищаем мы физический биоробот с защитным потоком и чистых энергии Абсолюта. Берем Аллу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Аллы поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Аллу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам в своей биополе на период сеанса? Доверит она, уже доверила. Хорошо. Так, что там мешает? Посмотри, пожалуйста, что там видно. У нее идут наверх веревки, как она как будто прищепками какими-то подключена к веревкам, которые тянутся наверх, к рукам, к плечам. Хорошо. Даю команду скэнеру. На 4 скэнер сканирует сейчас Аллу, отключает все эти веревки, сматывает их в шар. Все эти веревки выходят, вместе с ними выходят все чипы, датчики, импланты, конвекторы, сопутствующие энергии. Все это выходит и формируется в шар перед Аллой. Да, есть. Отправляю в клетку тюрьму. Она в клетке, и она начинает себя от плеча вниз по руке как какую-то смазку убирать. Еще и смазка есть? Покрытие какое-то, да. Хорошо. Хорошо, помогаю. Даю команду скэнера. Скэнер убирает всю эту смазку, все это покрытие. Сканирует сейчас Аллу полностью. Все 7 тонких тел выводит эту смазку. Она выходит, формируется в шар. И этот шар потом отправляется в ту же клетку, где находятся веревки. Готово? Даю команду скэнеру на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Аллы, под ногами. 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Аллы, находит все. Она говорит, уже дышать легче стало. Небес, инкуб, ящер. Отлично. Еще кто-то есть? Есть арахноид. И не пойму, кто-то еще. Кто-то мимикрирует? Это лизард. Лизард. Хорошо. Он облизывается. А почему ты облизываешься, лизард? Ты же не знаешь, что я для тебя уготовил. И это далеко тебе будет невкусно, что я тебе сегодня могу дать. Он на свою чистоту зашел. Хорошо. Ты мне сегодня все расскажешь. И про чистоту, и про все остальное. Хорошо. Так. Чьи эти веревки? Вредно. Начинает отвечать. Хорошо. Придет время. Я тебе задам вопрос, тогда будешь отвечать. Чьи это веревки и смазка? Ящер. Ящер. Хорошо. Считай цифры у ящера над головой. 342. Сколько ты находился, во-первых, в этом биополе? С этого начнем. 12 лет. Хорошо. У тебя есть контракт какой-то с ней? На такое массивное воздействие в ее биополе? У тебя есть разрешение ее? Есть. Хорошо. Будем разбираться. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? Подожди. Ящер показывает. Он ей дал красоту. Он ей дал. Она хотела быть красивой, понравится, выделится. Мне здесь надо будет чуть больше информации. Наверное, мы сделаем сейчас так. Я запущу реверс энергии. И после этого я буду задавать вопросы, чтобы вся информация сохранилась. И я даю команду тонкой копии Аллы спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоаберационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. Одновременно выстраиваю канал к этим веревкам и смазке ящера. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоаберационной энергии откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к калию. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Итак, Лизард, сколько ты находился в этом биополе? Шесть лет. Шесть лет. Что ты там говорил насчет, на какую чистоту ты зашел? Вредность. Вредность. Как она проявлялась? Она не слушает другое мнение. Доверяет только своему. Альтернативы нет. Хорошо. Понятно. Вопросов нет. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? Три года. Кто из вас всех присутствует еще в ее квартире? Арахноид присутствует. Хорошо. Еще кто-то есть? Да. Ну, там есть и другие, скорее всего, если уже арахноид есть. Хорошо. Мы ставим аулу в известность. В вашей квартире существуют порталы и сущности. Идем дальше. Ящер находился 12 лет. Ящер, расскажи мне, что там за контракт, о котором ты намекал? Что там за договоренность? Как она состоялась? У меня очень приземленные. Желания? Желания и мечты. Земли, да. И на этом очень легко играть и заключать контракт. Хотел бы возразить тебе, но пока нечем. Хорошо. Инкуб, сколько ты находился в этом биополе? Полтора года. Бес привел или сам пришел? Они вместе. Вместе пришли. Хорошо. А почему аж вместе? Чья это идея? Бес твоя идея была или Инкуба? Инкуб пришел первый. За ним пришел бес. В одно время я имею в виду. Бес немного позже. Хорошо. Считай у беса цифры над головой. Восьмерка. Хорошо, бес. Ты, наверное, как хочешь у меня спросить, отдам ли я тебе сегодня лярвы. Если такие есть. Есть там лярвы, бес? Есть. Интересуют тебя лярвы? Интересуют лярвы. Отдашь мне? Хорошо. Я тебе их отдам, но ты мне должен будешь дать пару несколько информации о тех частотах, на которые ты зашел. Для того, чтобы мы поняли, вернее, она поняла, где у нее слабые места. Какие энергии она вырабатывает, какие вибрации, что они притягивают беса, Инкуба, ящера, арахноида. И, конечно, лизарда. Но это будет в процессе работы. Ждем окончания реверса. Готово. Снали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Алла забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Алла себя обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Хорошо, бес. Ты тоже полтора года сидел, да? Меньше. Вот и четыре месяца. Вот и четыре. На какую частоту ты лично зашел? Что там был? Крик? Что там конкретно, чтобы я мог понять? Мается она. Мается. Ну, чуть больше. Дурью мается в том числе. За дурь такая, что на частоте беса откликается. Но дурью много людей занимаются. И, тем не менее, не ко всем приходит бес. Там что-то больше должно быть. Какая первая? Очень зациклена на реакциях. Других людей? Нет, она своих. Не меняется абсолютно. Не взрослеет. То есть остановилась на каком-то моменте, когда уже, в принципе, все повзрослели. И уже таких реакций не показывает. Я правильно понимаю? А у нее пока осталась эта реакция. Эти реакции переосмысливают. Тоже верно. Конечно. Она за них держится. Ей как удобно. Понимаю. Понимаю. Вопросов больше нет. Больше нет по этому поводу. Если тебя еще интересует эмоциональный фантом, так ты мне дай знать. Забрал бы. Хорошо. Время подойдет. Я тебе дам отдельную команду. Сейчас ждем окончания реверса. И идем дальше. Я никому не могу пока ничего предъявить. Они все пришли на свою чистоту. Накончился реверс. Отлично. Хорошо. Тогда начинаем с Лизарда. Лизарда, ты в сердечной чакре сидел наверняка, да? Да. Давай тогда. Выходи, вытаскивай все, что ты там оставил. Никакой жидкости, ничего не забывай. Возвращайся назад. Приступай. Ну, там душевные переживания, нервные срывы, усиленные Лизардом. Вот именно это я и хотел сказать. Что они уже там есть. Лизард просто это все усиливал. Как и все остальные. Там есть какой-то эгоизм, на который он подсел. То есть этот эгоизм не дает ей развиваться. Это то, о чем он говорил. Только то, что она хочет. Так должно быть. Понятно. Хорошо. Они принимают альтернативные решения. Серьез. И даже не рассматривают. Это свободный выбор человека на его развитие. Если человек хочет так себя вести, так развиваться. Ну, что ж. Другие переосмысливают, идут другим путем. Все лежит в руках человека самого. Все снял. Хорошо. Выходит арахноид. И собирает всю свою паутину, все иголки. Все вытаскивает. Ничего не забывает. Приступай, арахноид. У него много иголок. Шеи тоже есть. Клечи, шеи, голова. Как оно отражалось, арахноид? Какие-то боли были на физическом плане? Голова, спина. Болели. Каша в голове? Концентрация? Там даже больше нежелания. Нежелание. Понятно. Хорошо. Такое тоже есть. Хорошо. Ящер, посмотри, пожалуйста, есть ли на твоей чистоте что-то в биополе Аллы? Что-то осталось? Есть еще энергия, которую она принимает за свои. И еще вот эта смазка, которая на ней была. Да. Она не давала ей развиваться. В принципе, она ее закрывала на том уровне, на котором она была 12 лет назад. Законсервирована была. Правильно, ящер? Да, но она постепенно покрывалась. Ты сам выведешь эти энергии или мне их вывести? Она выдавить должна. Хорошо. Включаем внутренний белый свет Аллы. Один, два, три. И Алла выдавливает из себя все негативные патогены низкой аббрационной энергии, находящиеся на чистоте ящера и его подключить. Один, два, три. Свет пошел. Эти энергии выходят, формируются в шар. Меня беспокоили. Она как чешется. У нее такие вибрации неприятные в теле. Ну, конечно. Раздражение, фактор, безусловно. Аллергия. Да. Готово. Хорошо. Шар вышел. Большой, да? Нет, но он чуть меньше мяча. Открывая портал в галактический дроп под шаром, он уходит на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Хорошо, Инкуб, выходи. Отключайся. Ну, ты зашел, я как понимаю, не на прослушивание музыки. И чтение книг. Желание. Желание. Хорошо. Мечты. Перекрывал что-то, чтобы ее видели или не перекрывал? Как она воздействовала на других людей? Вернее, как они ее воспринимали? Он говорит, что мне не надо перекрывать. Здесь достаточно других аспектов. Все понятно. Хорошо. Не будем углубляться. Мы лишь развлекались. Неплохо. Хорошо. Что он там, повесил ленточки, да, Вера? Да, он снимает разное. Он говорит 70 по стобальной шкале. Оу, наверное, много. Я же сказал, неплохо. Все снял. Отлично. Поехали дальше. У нас без остался. Без. Выходи. Отключайся сначала полностью. Расскажи, как действовали твои подключки. И доложи мне прямо на месте, что ты закончил. Я тебе дам отдельную команду на лярвы. Приступай. Не качели нога. Понял. Все текло вниз. Он все это утягощал, да? Дергал за веревки? Нет. За веревки дергал ящер. А он собирал это все, да? Он все собирал. Все, что оставалось от ее реакций. Ну, я так понимаю. Не разбирали другие. Он собирал все. Ну, я так полагаю, тебе досталось тоже. Вредность, упрямость. Это все ваши частоты, конечно. Все снял. Разрешаю тебе забрать лярвы. Ничего не забывая. Приступаем. А где не находится Вера? У меня поясница. Низ живота. Горло. Горло. Горло от чего? Кто мне скажет? От слоб? А язык не черный? Рот. Уже и такой. Не до такой степени. Понятно. Хорошо. Уже видали просто. Не со зла. От неразвития. Больше не скажу. Это, в общем-то, и понятно уже. Он забрался. Хорошо. Возвращайся туда в клетку, раз все забрал. Поехали дальше. Хорошо. Включаем внутренний белосвет Алли. 1, 2, 3. И Алла выдавливает сейчас все негативные патогены низкой аббрационной энергии. На частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Свет пошел. Энергия остаточная выходит. Все, что еще не убрали, все выходит и формируется в шар. Перед ней. Но не вышел шар маленький. Открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Даю команду. Закрывая, печатая, растворяя. Даю команду скейнера на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Она, знаешь, на себя смотрит. Руки растаяло и говорит, столько вам места пустого. Что же? Потому что вы его ничем не заполнили, это место. И вот на эту пустоту пришли эти сущности. Конечно, надо заполнять это все энергиями. Научите как? Ну, если у вас есть желание, научим. У нас есть много видео на канале обучающих, как заправлять энергию, как ставить себе защиту, как сбрасывать негатив каждый день перед сном, для того, чтобы это не накапливалось. Ну и самое главное, начинается, конечно, все с осознания ваших ошибок. То, что вы неправильно показываете свою реакцию. Как вы это осознаете или начнете задумываться перед тем, как вы дадите кому-то ответ, просто не ответив на это раздражение. Вот с этого момента и начнется ваш рост. Алла. И тогда все будет очень, очень, очень легко. Вам просто следует перед тем, как показать эту реакцию, которую вы обычно показываете. Допустим, вас кто-то обидел или что-то сказал, и вам хочется вслед ему что-то сказать или в ответ не отвечайте. Вспомните этот наш разговор. Просто улыбнитесь и промолчите. Переключите свое внимание на другую вещь. Просто скажите себе, интересная у меня реакция, например. И вы посмотрите, как быстро она уйдет. И в этот раз вы не сделаете то, что вы обычно делаете. Это и есть начало. Но чистое. Отлично. Хорошо выходит эмоциональный фантом Аллы и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы. Бес. Я сейчас буду зачитывать это все, а ты мне из этого списка потом назовешь пару самых важных пунктов, из которого все выходит, исходит. Начало. Итак. Эгоизм, могу заранее сказать. Хорошо. Выходит эмоциональный фантом Аллы и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковабрационную эмоциональную энергию. Все это низковабрационное, ежесгенерированное, и проецирует на ее эмоциональном фантоме. Вышел фантом. Большой? Большой. Алла, вы готовы расстаться с этими энергиями? Вами сгенерированы? Отлично. Сворачиваете энергии в шар. Забираешь бес? Да, конечно, забираю. Там столько зла. Отправляю бесу, как и обещал. Значит, эгоизм. Он первый сказал. Хорошо. Еще что-то из этого списка или больше ничего такого? Или оно и выходит, истекает все это, вытекает? Она спит внутри, не чувствует чужую боль. Поэтому от нее идет злость. Она не понимает, как человек себя чувствует. Хорошо. Вот это важная информация. Ты заслужил этот эмоциональный фантом. От этого и накопилось много зла. Все понятно. Хорошо. Мы указали эти моменты Алле. Хорошо. Мы закончили. Бес, отпускать тебя? Я готов уже. Хорошо. Открываем внизу портал против часовой стрелки на чистоте Беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Инкуба. Инкуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готов. Хорошо. Лизард готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. 1, 2, 3. Лизард забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Хорошо. Рахнует. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Арахноида. Арахноид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти на связь. На связь. Посмотри, пожалуйста. Я хотел отпускать его 12 лет, но я ничего не могу ему предъявить. Он зашел все на свою чистоту. Контракт у него. Контракт. Хорошо. Будем убирать. Благодарю тебя. Работаем дальше. Ящер показывает. Мы заберем его для контроля. Забирай. Я могу, в принципе, и без него расторгнуть контракт. Хорошо. Или хорошо. Заберем. Отлично. Давай подождем. Уничтожай его под ключ. Открывается под веревкой этой смазкой портал в галактическое ядро. И все подключки уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Они его забрали. Отлично. Тогда пойдем по списку и дойдем до аннулирования контрактов. И аннулируем его. И переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Алла должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, готова. Я говорю в слухе, и тонкая копия повторяет за мной. Я. Договора выходят активно и подсвечиваются. Есть фантомных. Фантомных много. И есть контракт, он как в смазке вот этой ящери. Ящери. Хорошо. Вы готовы аннулировать эти контракты? Готово. Повторяйте за мной. Внутри власти моего контракта и договора по закону свободы воли души и закону права распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Да, есть. Вернулась энергия. Вернулись. Отлично. Открываем воронку в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Закрывай, опечатывай, раствори. Готово. Отлично. Хорошо. Алла, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Чувствую очень спокойно и легко. Чувствую, как мне не хватало гармонии. А самое главное, что я чувствую, что это такое. Отлично. У нас остались еще 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Аллы. Женщина. Снимаются маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Аллы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Лома. Лома, вы куратор? Я куратор. Я приветствую вас. Меня зовут Влад. Это Вера. Рядом стоит ваша подопечная Алла. Алла написала 10 вопросов с просьбой задать их своему куратору. Будете ли вы так любезно, уважаемая Лома, ответить на эти вопросы? Я приветствую Аллу и благодарю вас за проведенную работу. Я с удовольствием отвечу на вопросы, касающиеся души и дальнейшего развития, пребивания души на Земле. Благодарю вас. Я тогда начинаю с вашего разрешения с первого вопроса. Почему? Первый вопрос. Почему не получается наладить личную жизнь? Потому что в тебе нет гармонии и баланса. Твое тело живет отдельно от души. Пока ты не соединишь их и не прочувствуешь определенные вибрации и чувства радости, благодарности, отдачи, душевного спокойствия, покорности, принятия, баланс не сможет притягивать правильных людей к твоей жизни. Ты, наверное, чувствуешь сейчас вибрации, которые идут от меня. Расслабься и не стесняйся получать энергии. Извините, но ей необходима дополнительные энергии. Повтори, пожалуйста, вопрос. Пожалуйста. Лома, если вы хотите сейчас активировать или дать ей энергии, мы можем это прямо… Они идут уже. Они идут. Отлично. Первый вопрос был, почему не получается наладить личную жизнь? Вы сказали, нет гармонии, и по пунктам перечислили, что ей не хватает. На мой взгляд, вопрос был отвечен. Если вы хотите что-то добавить, пожалуйста. У этих чувств есть определенные вибрации, которые притянут правильную душу, правильные вибрации правильного человека в твою жизнь. Я отвечу коротко. Пожалуйста. Нет баланса души и тела. Благодарю. Все понятно. Благодарю вас. Второй вопрос. Какая миссия у меня на планете Земля? Твоя миссия – это развитие твоей души, переход на другой уровень осознанности. Сейчас, секунду, я формирую ответ. Развивать душу в условиях земных и житейских проблем. Это твоя миссия. Но житейские проблемы сильно перевесили осознанность. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Лома. Перехожу к третьему вопросу. Почему, когда я ставлю себе цель, я не дохожу до конца и бросаю на полпути? Это страх и безответственность. Потому что работает только механика. Душевное состояние спит. А когда ты не цельная, ты не можешь доделать и довести до конца любую свою затею, отношение, обучение, терпение и искренность. Я благодарю вас, уважаемая Лома. Я перехожу с вашего разрешения к четвертому вопросу. С какой планеты моя душа? Планета Сатурн. Сатурн. Мы приветствуем представителя Сатурна в нашей комнате диагностики. Очень рады вас видеть. Благодарю. Переходим к пятому вопросу. Как взаимодействовать с моими родными энергиями для здоровья эволюции? Такой вопрос. Я не совсем понимаю. Я, конечно, могу объяснить, как выглядят родные энергии Сатурна. На данный момент от меня они исходят, как волны желто-оранжево-красного цвета. Ты получаешь их в достаточном мере. Чтобы научиться руководить ими, ты должна понимать, где находятся центральные каналы энергии или же чакры, через которые может пройти эта энергия и быть твоим стержнем, растекаясь по всему телу, балансируя, убирая боль и гармонизируя твое физическое состояние. Если был вопрос о физическом состоянии. Вы лучше ее знаете, уважаемая Лома. Я надеюсь, об этом был вопрос. Я почувствовала, что это был вопрос о боли внутри тела и как ее убирать. Это будет следующий вопрос. Она как раз спрашивает в шестом вопросе. После травмы два года назад у меня начали появляться судороги. Какая причина этих судорог? Во-первых, страх и шок, которые испытал организм. Пазмы и сжатость. Тонкое и физическое тело были шокированы и напуганы. Расслабление, гармония, дыхание и йога. Я добавила сюда еще остановка мысли. Это все, что ведет тебя к оздоровлению. Благодарю. Мы это называем состояние безмыслия достигнуть. Благодарю вас, уважаемая Лома. Я перехожу к следующему вопросу седьмому. Как научиться находить правильное решение из конфликтных ситуаций и не рубить с плеча? Все очень просто. Не нужно доводить до конфликтных ситуаций. Нужно научиться договариваться. А чтобы научиться договариваться, нужно иметь определенное терпение и выдержку внутри себя. Чтобы иметь терпение и выдержку внутри себя, смотри предыдущий вопрос и мой ответ. Благодарю вас. Вы действительно ответили уже на это. Восьмой вопрос, если вы закончили. Закончил. Можно мысленно попросить прощения у людей, которых я обидела? Можно попросить мысленно. Но если есть возможность попросить прощения у человека, нужно это сделать. Это всегда принесет облегчение тебе. Даже если человек не поймет, это будет его решение. Но, как правило, это приветствуется. Человек, осознавший свою вину, приветствуется и прощается. Это значит, этот человек преодолел определенный пункт своей осознанности. И у него хватило сил осознать свою вину и сказать вслух об этом тому, кого он обидел. Благодарю. А это, в свою очередь, уже духовный рост. Именно за этим. Именно это я и сказала, имея в виду ступень осознанности. Именно за этим душа и пришла, как вы в самом начале и сказали. Я благодарю вас, Лома. Я перехожу к следующему вопросу. Девятый вопрос. Встречу ли я свою вторую половинку? Как вы знаете, будущее многогранно. Твоя половинка ждет тебя, но для этого ты должна изменить в себе свое резкое поведение. Прислушаться к душе. Произнеси это душа. Твое сердце откликнется на эти вибрации. Само слово несет определенный подтекст и движение внутри тебя. Разбуди свою душу, говори с ней, найди информацию про чакры и попробуй увидеть цвета и прочувствовать каждый энергетический канал. Душа, она ответит улыбкой внутри тебя. Благодарю. Благодарю вас, Лома, за этот ответ. И перехожу к последнему, десятому вопросу. Как избавиться от аллергии? Я думаю, что сегодня была проделана большая работа по очистке тонких тел. Чистота энергии и вибрации перейдут на физическое тело. Твоя работа — это визуализировать и выдавливать из себя негатив, аллергическую реакцию, заполняться энергиями, поднимать вибрации. Ты можешь усилить вибрации со временем. Но я ещё могу посоветовать энергии Сатурна и объяснила, как они выглядят. Старайся расширять их и выгонять аллергии своего физического тела. Благодарю. Благодарю вас, Лома. Да, там действительно были подключки ящера, какая-то смазка на её теле. Я исхожу из того, что это действительно была причина. Но все остальные шаги вы абсолютно правильно ей подсказали, что ей дальше нужно сделать. Уважаемая Лома, у нас вопросы закончились. Если вы хотите сейчас что-то от себя лично добавить, был бы самый лучший момент. Я думаю, что этой информации достаточно на сегодняшний день. И я также хочу сказать, что у Аллы очень красивое земное имя, которое несёт определённые вибрации познаний и спокойствия. Уважаемая Лома, благодарю вас. Вы не знаете, возможно, но в этой комнате диагностики существует очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который приходит к нам, мы всегда делаем один определённый подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, с самыми сочными и спелыми ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение у куратора Ломы. Передайте этот скромный подарок в знак благодарности за её помощь, своей подопечной, за эту прекрасную встречу и просто на добрые воспоминания. Это очень приятный, неожиданный подарок с планеты Земля. Он также познавателен для меня. Благодарю вас за такую приятную встречу. Передавайте, пожалуйста, от нас привет Сатурну. Мы рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных, которые готовы начать новую жизнь. Мы поможем убрать им всё, что им мешает, и откроем эти двери, в которые они пойдут сами. Это очень приятное приглашение. Я обязательно расскажу. Благодарим вас, уважаемая Лома. И ещё у нас есть традиция никогда не прощаться, а говорить «до скорых встреч», потому что мы очень часто встречаемся. Возможно, на каком-то этапе ваша подопечная захочет познакомиться с Высшим Я или вам задать ещё какие-то вопросы. В таких случаях мы всегда приглашаем куратора и вместе поднимаемся на уровень Высшего Я, если об этом речь. Здесь большая работа до Высшего Я. Да, здесь должна пройти сначала домашнее задание, нужно выполнить, но программа написана, она в курсе, что и интерференты. На самом деле, её уже рассказали большую часть её проблем. Я надеюсь, она прислушивается и изменит определённые реакции. Это ей очень поможет в дальнейшем развитии. Благодарю вас за эту встречу. Благодарим. Принятие представителя планеты Сатурн на Вашей территории. Благодарю вас. Надеюсь, наши энергии в нашей комнате диагностики Вам приятны. О, да. Замечательно. Очень комфортно и гармонично. Отлично. Радость и спокойствие. Замечательное место для работы. Благодарим Вас за эти добрые и тёплые слова. Всего Вам наилучшего. До скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Алла, мы закончили встречу с Вашим куратором. Вы получили ответы на все свои вопросы? Да, я получила все ответы. И я понимаю, что у меня много работы, но я счастлива от этой встречи. Я счастлива, что я дошла до Вас. Благодарю. Благодарим и мы Вас. Работайте над собой. Интересуйтесь, и Вам будут открыты двери. На каком-то этапе, возможно, Вы сможете сами уже когда-нибудь коммуницировать со своим куратором и получать ответы на свои вопросы. А сейчас мы будем возвращать Вас назад в Вашу систему Биоробот Душа, чтобы эти все энергии перешли на физический план. И. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Аллы в систему Биоробот Душа, заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем.